На сегодня все. Увидимся в эфире завтра в 20.15. В Алматинской области пассажирский поезд врезался в автобус на железнодорожных путях. Погиб один человек, трое, в том числе дети, получили тяжелейшие травмы. ДТП произошло вчера около 7 часов вечера на перегоне Аксингир-Шамалган. По некоторым данным, автобус, двигаясь в пробке, выехал на железнодорожные пути. В тот момент закрылись шлагбаумы. Некоторые очевидцы утверждают, что водитель открыл заднюю дверь и выпустил пассажиров, а сам выбраться не смог. Он скончался на месте. У него остались четверо детей. Жена погибшего работала кондуктором на том же автобусе. Ей удалось спастись. С тяжелыми травмами госпитализировали три человека – 33-летнюю женщину и ее детей 3 и 5 лет. Старшие девочки провели операцию. У нее тяжелая черепно-мозговая травма с разрывом оболочки головного мозга, гематомы с переломом лобной кости. У ее сестры задет ствол головного мозга. Дети находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Их ввели в медикаментозный сон. У их матери переломы правого плеча, ребер, ключицы и лопатки. В день трагедии на месте собрались люди и потребовали построить на опасном участке мост. Аким района пообещал принять меры. Мы все были в автобусе. Было очень страшно. Здесь все время большие пробки. Нужен мост, чтобы такого не повторилось. Иначе опять могут быть жертвы. С 1 сентября в Карагандинской области заработала система обязательного медицинского страхования. По новым правилам наш регион начал работать в пилотном режиме, первый в стране. Кто и как должен платить взносы, на какую медпомощь можно рассчитывать и что изменится с сведением ОСМС, нам рассказал руководитель Балхашского отдела здравоохранения Шолпан Калакбекова. На сегодняшний день поставщиками медицинских услуг по области является где-то 118 медицинских организаций. Из них 60 организаций. Это частного характера собственности. У нас по городу Балхаш поставщиками являются 4 юридических лица. Это центральная больница, 2 поликлиники и больница поселка Саяк. Частные поставщики представлены тремя организацией. Это медицинские центры. Жизгазган филиал поликлиника Балхаш, стоматологическая поликлиника города Балхаш и медицинский центр, офтальмологический медицинский центр МДВИЖН. Во всех этих учреждениях будут получать бесплатную медицинскую помощь Балхашцы с 1 января 2020 года. Тогда в стране начнет работать обязательное медицинское страхование. А в полную силу система вступит с 1 апреля. Граждане Казахстана получат два пакета услуг, гарантированный, которым будет обеспечен каждый, и дополнительный, доступный только тем, кто выплачивает страховые взносы. Бесплатным станет даже дорогостоящие обследования. Это лабораторная диагностика, это гормоны, витамины, ПЦР-диагностика, дорогостоящие виды обследования, КТ, МРТ. Все трудоспособное население, которое будет выплачивать отчисления и взносы в фонд медицинского страхования, они будут, их будут доступны эти виды медицинских услуг. За 15 категорий граждан взносы будет выплачивать государство. Это дети, инвалиды, пенсионеры и не только. С нового года работодатели будут удерживать 1% от заработной платы работника и перечислять в фонд страхования. Индивидуальные предприниматели ежемесячно оплачивают около 4 тысяч тенге, а самозанятые отчисляют единый совокупный платеж. Тем, кто останется без страховки, придется платить за все, что не входит в гарантированный пакет услуг. Средняя стоимость 10 койко-дней в круглосуточном состоянии составляет порядка где-то 115-116 тысяч тенге. То есть визит к врачу с учетом лабораторных, инструментальных исследований порядка 10-15 тысяч тенге. Единый совокупный платеж составляет за 12 месяцев порядка 30 тысяч тенге. То есть пациенту будет невыгодно из своего кармана платить вот эти виды услуг, будучи не застрахованным. С введением обязательного медицинского страхования, лекарства, посещения узких специалистов в других клиниках, дополнительные обследования станут бесплатными, но только по направлению врача прикрепленной поликлиники. Расширится спектр медицинской реабилитации, а накопленные средства пойдут на техническое оснащение медицинских организаций. Будет пополняться фонд социально-медицинского страхования, будет идти накопление этих средств и будет целенаправленно идти на каждую медицинскую организацию по выполненным услугам. Поэтому и данная организация, она может планировать и оснащение медицинской техникой, и кадровый потенциал, и привлечь специалистов. Будет повышаться заработная плата медицинских работников на 30%. Мы ожидаем, что снизится в два раза карманные расходы каждого жителя страны. В Балхаше побывала делегация из Литвы. Ее участники не первый год посещают места ссылки своих земляков, проводят работы по сохранению памятников и захоронений. В городе первым делом гости возложили цветы у памятников Балхашлаги. Продолжение темы в следующем материале. Раньше на этом пустыре был Балхашлаг. Сейчас о месте заключения депортированных напоминают только памятники. Они и стали первым пунктом в маршруте делегации из Литвы. В группе больше 10 человек – это историки и люди, которые изучают события времен репрессии. Гости прочитали молитву и возложили цветы к мемориалу. Это очень важно, чтобы молодежь поняла, через какую историю прошли наши две поколения, и чтобы они понимали, что такое не должно повторяться. Гости прошлись по территории бывшего лагеря и окунулись в историю. Известный литовский архитектор Альгис Вишнюнас привез фотографии зданий и сооружений Балхашлага, по которым рассказал, как жили заключенные. По данным исследователей, в лагерях Казахстана погибли около 10 тысяч литовцев. Это главные ворота. Вот это тот же самый вид, просто 30 лет. Прошло 30 лет. Здесь был такой промежуток столовой, мужская и женская. Экскурсия продолжилась официальным визитом к главе города. Делегация обсудила дальнейшее сотрудничество по сохранению исторически значимых для литовцев мест. В память о встрече стороны обменялись памятными подарками – книгами о Балхаше и Литве. После гости навестили места возможных захоронений, репрессированных в Восточном Конраде. Акмарал Кладбекова, Аблай Бурамбай, Оркен Медиа. Четыре новые секции открылись во дворце школьников. Всего в учреждении работают 45 кружков по разным направлениям. В ученики примут больше 2,5 тысяч человек. Куда можно бесплатно записать ребенка и чему он может научиться, рассказали на дне открытых дверей. Побывали на нем и журналисты Оркен Медиа. Жительница Балхаша Симгуль Бекенова привела во дворец школьников троих детей. Двойняшек Медину и Гаухар записала на танцы, а старшего сына шестиклассника в секцию по мини-футболу. Танцы вообще для девочек это очень приятное занятие, во-первых. Во-вторых, приносит большую пользу. Для девочек я считаю, что это, наверное, осанка. Осанка, походка. И старшего сына привела на мини-футбол, именно вот чтобы он здесь занимался. В этом году выбор во дворце школьников расширился. Появились кружки волонтеров и развитие личности, а также две спортивные секции. Детей с семи лет научат дзюдо, боксу и мини-футболу. У нас три группы секция бокса будет, три группы мини-футбол. Отрадно радует, что много приходят сегодня детей, пришли. И заниматься хотят именно футболом, боксом. Ну и очень рады, будем тренироваться, будем на результат работать. Хотим выступать, выезжать на соревнования. Всего во дворце школьников работают 45 кружков. В них примут больше 2,5 тысячи детей. Самых маленьких с трех лет берут в группы развития. В остальные секции набирают, начиная с шести лет. В день открытых дверей записались около 750 человек. В Балхаше стартовал осенний сезон уборок. Месячник чистоты продлится до 7 октября. В эту субботу на масштабную уборку вышли около 14 тысяч жителей. С разных участков города они убрали и вывезли 50 тонн мусора. Продолжение темы в сюжете. Балхашец Атайбек Сергебаев пришел в центральный парк не гулять, а убираться. 33-летний мужчина старается не пропускать городские субботники и приходит на них вместе с друзьями. Мы как жители этого города вышли сегодня на уборку, потому что парк, честно говоря, вообще грязный стал. И вот сегодня при хорошей погоде решили убраться, чтобы было приятно детям, гуляющим жителям этого города. В дальнейшем тоже будем следить за чистотой. В эту субботу на большую уборку вышли около 14 тысяч жителей, в том числе госслужащие, работники частных фирм и коммунальщики. Каждый очищал свою закрепленную территорию. В этом помогала техника в составе 30 единиц. За один день трудовой десант расчистил 745 гектаров территории, ликвидировал 17 несанкционированных свалок и собрал 50 тонн мусора. По городу установили больше 20 контейнеров для отходов. Сезон субботников продлится до 7 октября, следующий пройдет на областном уровне. Мы призываем наше население активно участвовать в данных мероприятиях, выходить на субботники вплоть до 9 октября и очищать город. Давайте сделаем наш город чище вместе. Ахмарал Куатбекова, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Уркин, Медиа. В Балхаше определили самую спортивную семью. В городе прошла эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». Для участия в соревновании заявилось 4 команды. Под открытым небом родители и дети прыгали, бегали и не только. Кто в итоге пришел первым, расскажет Ахмарал Куатбекова. Родители и дети на одном из самых интересных конкурсов соревнования. По заданию эстафеты участники должны пронести яйцо в ложки, до стойки и обратно. Главное условие – снаряд нельзя придерживать руками. В эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья» соревновались 4 команды. Для участия допускали жителей до 29 лет с одним ребенком. Родители и дети бегали с палочкой, крутили обруч, прыгали на скакалке и на скорость рисовали дом. Соревнования организовываем каждый год. Участники в этот раз очень хорошо подготовлены. Видно их сплоченность и умение работать в команде. Думаю, такие конкурсы сближают семьи. В этот день никто не остался без подарков. По итогам конкурсов первое место завоевала семья Тасимбековых, вторыми оказались Улыкбановы. Третье место присудили семье Жасамхановых. Участникам вручили грамоты и мелкую бытовую технику. Первый раз участвуем именно в спортивных мероприятиях. Все команды были очень хорошо подготовлены, слабых никогда не бывает. Но на сегодняшний день госпожа Фортуна улыбнулась к нам, и мы одержали победу. От нашей семьи выражаю большую благодарность. Акмарал Куабекова, Аблай Бурамбай, Уркен Медиа. В эти выходные на стадионе «Металлург» встретились главные соперники первенства области среди любительских команд по футболу. На своем поле болхашские футболисты приняли карагандинскую сборную «Гефест». В первом тайме спортсмены вели на равных. Счет был 1-1. Как в итоге завершилась игра, смотрите в сюжете. На поле стадиона «Металлург» одна из сильнейших команд первенства области – карагандинский «Гефест». Ее футболисты в белой форме. В Балхаш спортсмены приехали основным составом, в том числе лучший бомбардир турнира Али Гейсар. В сборной футболисты от 20 до 35 лет. Победители прошлого сезона играют вместе больше трех лет. Конечно, от Балхаша ничего хорошего не ждем. Команда боевитая. Очень хороший тренер, то есть и тактически грамотно играют. Обучены, видно сразу ребят. Насколько я знаю, что отсюда никто очки еще не увозил в этом чемпионате. Поэтому я надеюсь, мы будем первые. Первый тайм начался с активных атак «Металлурга». Однако соперники не сдавались и успевали перехватывать мяч. В итоге спустя 15 минут счет открыла Балхашская команда. Автором гола стал нападающий Эльмир Махмадов. «Гефест» сравнял счет на 27-й минуте. Отличился нападающий Бакир Дыкамбаев. Пока спортсмены боролись за мяч, на трибуне их активно поддерживали болельщики. Во втором тайме «Гефест» набрал обороты и забил три гола в ворота «Металлурга». Ответить карагандинцам у балхашцев не получилось. В итоге матч завершился со счетом 4-1 в пользу гостей. Следующая игра турнира снова пройдет на стадионе «Металлург». Наши спортсмены примут команду «Горняк» из Шахтинска. Акмарал Куатбекова, Аблай Борамбай, Уркен Медиа. Время новостей на телеканале «Оркен Медиа». Сегодня в выпуске я, Виктория Буханцева и мои коллеги расскажем о том, с каких событий началась неделя. Коротко о главном. Смертельное столкновение в Алматинской области. Пассажирский поезд врезался в автобус. Погиб человек. Занятия для души 750 человек записались в кружки дворца школьников. Набор продолжается. Старшего сына привела на мини-футбол, именно вот чтобы он здесь занимался. Большая уборка 50 тонн мусора собрали балхашцы на городском субботнике. Чтобы было приятно детям, гуляющим жителям.